Здравствуйте, ребята! В нашей жизни события, которые не подвластны времени. И чем дальше эти события от нас уходят, тем они становятся ярче. Вот к таким событиям относится Великая Отечественная Война. Для многих она была давно. Но для каждого из нас это событие больше, чем история. Прежде всего, это страничка из жизни нам близких людей. Дедов, прадедов, бабушек, прабабушек. Это их подвиг. И сегодня, как никогда важно, чтобы не только мы, люди взрослого поколения, но и вы, молодежь, могли сказать «Я помню, я знаю, я горжусь». Вы все знаете, ребята, 9 мая мы будем праздновать День Победы. Но, к сожалению, все меньше остается живых участников Великой Отечественной войны, живых очевидцев, которые смогли бы вам об этих событиях рассказать. Но у нас есть книги. И среди них очень много правдивых, очень много интересных книг. И мы должны с вами их читать. Просто должны. Я делаю ударение на это слово. Чтобы сохранить память о героическом прошлом нашей страны. И сегодня, 4 мая 2018 года, мы с вами присоединяемся к 9-й международной акции «Читаем книги о войне». Акция приурочена к Дню Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И мы хотим обратить ваше внимание, что сегодня, вот именно в это время, во всей стране, она международная акция. В каждой школе, в каждом городе, в каждой библиотеке проходят эти чтения. И мы с вами, вот в эту большую массу читателей, присоединяемся. 9-я международная акция. 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Две странички календаря. Два дня истории человечества. Один день называется День памяти и скорби. Второй называется Праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всего два дня календаря, а между ними война. Правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. В большом зале вы узнали о том, что сегодня, вот сейчас, акция, присоединились к этой акции. И уже девятый раз проводится акция «Читаем детям о войне». Смысл ее, что в одно и то же время, в течение часа, читаются произведения о войне. У нас сегодня в гостях интересный человек. Житель нашего города. И хочу ее представить вам. Вера Борисовна Мачехина. Ветеран труда. Человек, который осваивал землю, восточную трусию, после того, как наша Элга в 46-м году приехала и трудилась нам для того, чтобы вы жили. И хорошо, чтобы вы жили. Чтобы вы учились, читали, любили родителей. Переходим. И я хочу доставить слово. Она сама расскажет о том, как она пережила войну и почитает над стихи. Слово вам. Спасибо. Я сяду, ребятки, ладно? Добрый день. Я рада очень видеть вас и поздравить вас с наступающим праздником. Мне было пять лет, когда началась война. И так случилось, что как раз в 41-м году папа окончил академию в Ленинграде. Мы жили. И был направлен в Монголию строить жертвую дорогу. Это май месяц. Мы ждали от него документов, чтобы поехать к нему. Мама отправила меня на дачу. Как вместе с детским садом сестра была пиометкой. Поехала в пионерский лагерь. Мы были под Ленинградом, ничего не ожидая плохого. И вдруг началась война. Мы маленькие, конечно, этого не помним вначале. Но я помню, что оказалось, с группой ребяток, нам уже нечего было кушать, разбежались грустные. Как так получилось? Мама поехала нас искать. Она нашла сестру в пионерском лагере. Потом меня. Сели мы годом на подводу. Поехали. Потеряла я ботинок свой высотной ноги. Босиком уже пришли в свою квартиру в Ленинград. Вы знаете, мне вот буквально прошло три недели всего. А как изменился город? Я маленькая, мне было пять лет, я поняла. Во-первых, заклеены окна, чтобы не разбивались стекла. Во-вторых, не слышно смеха. Все люди, все взрослые и дети ходят такие серьезные, озабоченные, расстроенные. Пришли домой. Смотри, помогай. Как помогай? Вот газеты есть такие. Нам сказал Дом Управ, что надо их сворачивать, сшивать. Я маленькая, но у меня дала сестра иголку, нитку. И вот такими большими стежками мы сшивали газеты, чтобы получился мешочек. Внизу, во дворе был песок. Мы набирали песок туда и тащили на пятый этаж, чтобы стали рядышком, чтобы потом засыпать на крыше фугасные бомбы. Фугасные бомбы. Они могут разгореться и начаться пожар. И вот чтобы этого не было, сестра моя и многие пионеры, которые уже больше десяти лет, они дежурили по учению на крыше. Я маленькая, тоже пыльтя как могла, и песок таскала. Но, конечно, мне намного не хватило. Потом так случилось, что нам повезло нашей семье. И мы успели в конце августа все-таки уехать. Уехать из Тренинграда. Мама послала уже туда, в Монголию, подписала. Большие ящики с каким-то там постелью, самое необходимое. Были, конечно, фотографии, вот, вся любимая, все единственная в основном. И потом пришлось, когда началось, срочно писать телеграмму, чтобы остановили этот багаж в Улан-Удэ. Чтобы в Монголию-то не переслали, потому что туда уже никто не мог поехать во время войны. И мы оказались всю войну в Улан-Удэ. Это город главный Бурятии. Там Бурятская республика. Он где-то за Байкалом был. Вы потом посмотрите на карты, увидите. Ну что, сложно нам жилось. Тоже был голод. Мы радовались огромному полю с турнелсом. Это для скота такая, типа речки. Мы потихонечку даже могли найти, порвать, вымыть и с удовольствием кушать. Потому что были очень голодные. Есть такое, когда перерабатывают подсолнечник, жмых получается. Так если нам жмых попадался в кусочек, мы считали его за конфетку. Очень трудно жилось. И голодали. Ну что, наша семья, папа приехал. У нас была немецкая фамилия. Он писал несколько раз рапорт, чтобы его отправили на фронт. Но он, офицер Советской Армии, как-то не управили его. И потом, только в 43-м году, он в Новосибирск уехал. Он очень хорошо стрелял. Всегда на каких-то соревнованиях. Первые места занимал. И вот он три месяца обучал в училище, как стрелять. Солдаты. Но они сразу на фронт потом отправлялись. Но он так рад был, что какую-то пользу им все-таки принес. Все самые лучшие школы города Улам-Удэ были отданы под госпитали. Дети учились в три смены. Моя смена, я в этом, значит, вот уже... Я в 43-м году пошла на фронт. Ой, простите. Я в 43-м году пошла в школу, потому что в школу тогда принимали только с 8 лет. И вот мне было 7 на 30 сентября, исполнялось 8. Я пошла в первый класс в 43-м году. И моя сестра училась в 9-м классе где-то уже, уже вообще в третью смену. А вот в 6-й, в 7-й, во вторую. То есть три смены было. С 9-ти до 12-ти, с 12-ти до 4-ти, с 4-ти до 8-ти. Вот так мы учились. Сложно было, конечно. И, вы знаете, голодным, конечно, в голову мало что усваивается. И мы так ждали большую переменку. А знаете, для чего? А потому что нам дежурный выносил поднос вот с таким тоненьким, маленьким кусочком черного хлеба. И на черном хлебе там была чайная ложка сахару. И мы так брали этот кусочек, размазывали сахар по нему. И откосывали потихонечку, как нас научили взрослые, чтобы дольше сохранить. А кто-то еще мог бы сказать, ой, как пирожные, какие там пирожные. Это счастье было, этот маленький черный кусочек хлеба. Вы знаете, мне повезло, я считаю, что я внесла какую-то репту во время Великой Отечественной войны. Моя мама работала в предместном училище, воспитателем. И она организовала там художественную самодеятельность. И один бригада была, которая ездила или ходила в ближайшие госпитали, а в дальние, которые подальше, нам давали машину большую, грузовую, укрытую, брезентом. И даже туда, в более дальние госпиталя мы ездили. И меня брали с собой. Меня тогда маленькую, я так любила тихи читать и танцевать. И с удовольствием меня брали взрослые ребятки и вместе с собой разрубали. И я расскажу, такой случай был со мной, да, очень сложный был случай. Однажды мама почему-то не поехала с нами, но обед бригада была, был руководитель нашей обед бригады. И мы поехали в госпиталь, в госпиталь, который был довольно далеко. Выступили хорошо, нас хорошо принимали. Мы поехали уже поздно, вечером обратно. Едем, а стрелочник забыл закрыть шлагбаум. И вот наша машина переезжает через рельсы. И хорошо, что тихим ходом идет поезд. И он выскочил на нашу машину. Я сидела на руках у руководителя. И он как-то вот взял меня так и отбросил. Ну машина сразу разлетела с тех доски в стороны. И он меня отбросил. Это зима. Это январь 42-го года. Мне уже 6 лет. И я попадаю в сугроб. Слава богу, была зима и были сугробы большие. Стукови с головой ни руки, ни ноги, ничего не пострадало. Только вот такая синяя ужасное было лицо. И голова, конечно, пострадала немножко. Потому что в коме я была в том сутки. Когда мама узнала об этом, сестра рассказывала, что она прям истинка с ней была. А когда я открыла глаза, да, нас тут же отвезли в поликлининг, в который я была на дорожной рядом. А потом, на другой день, вот уже мама приехала. Я открываю глаза, смотрю мамину лицо, уже пришла в себя. Уже повезли в тот госпиталь, где мы выступали. Нас там хорошо тоже встретили. И даже администрация какая-то, так славная, приходили к нам. И вы знаете, зима, война. Я никогда не забуду, как мне на мою тумбочку положили яблоко. Настоящее зеленое яблоко. Вот каким-то образом запутнуло я это яблоко. Ну что, конечно, очень сложные были, очень сложная авария была. У кого-то там ноги поотрезали, и руководитель наш потом инвалидом стал, у нас пина болела. А мне вот повезло. Мне в том, многие говорили, что рубашка родилась. Это правда, мама тоже говорила. Что? Ты говорила, что у меня рубашка родилась. Потому что мне очень часто, вот я из таких ситуаций выхожу, что я читала в госпиталях. А вы знаете, дед Писак, который я ходил, на горочке был. И вот я после детского сада, сбегая вниз, там бывшая школа большая, там госпиталь. И вот меня уже там многие знали, норочи. А Элочка пришла, заходи. Вот однажды был такой случай, что он говорит, ты, конечно, читаешь, тебя знают, тебя любят слушать. Но я тебя сейчас поведу в очень сложную палату. Там люди лежат, они все перевязанные. Там иногда одни глаза только видны. У них, у многих, нет ног, рук. Но я так собралась. Маленькая же еще, 6-7 лет, где-то вот в то время. Еще детки сад ходила. Зашла, захожу, да, смотрю, действительно, белая, прямо палата, где стоят в кровати. И на них, в лучшем случае, вот так вот, червочки, глаза сходят. Ну, добрые все глаза смотрят на меня. А я, тогда был на журнал такой, Крокодил выходил. Крокодил. И в Крокодиле часто писали сатирические всякие стихи, в том числе и о фашистах. Чтобы подбадривать дух наших солдат, нужно были эти стихи. А в них говорили о том, как солдаты немецкие выходят, сонные, как мухи. И вот, что мы Гитлера победим. И что, значит, их вот как там, что победа будет за нами, не смотреть на что. То есть, вот такие стихи я учила. Мама со мной занималась. Я их учила, и вот все в лицах показывала, какие эти немецкие солдаты не умели стрелять и ничего не умели. Вот. И про славляния наших, конечно, солдат с надеждой говорили. Еще, вот, я тогда помню, я вообще считаю так, что вот именно такой вот, в первый раз, когда я увидела вот эту вот палату, вы знаете, какая-то ненависть у меня вообще к этим фашистам, особенно вот в тот момент, я считаю, что это вот мой первый угольство. Такая ненависть к фашистам, что вы знаете, ребята, я вам скажу, что я отненавидела вот в том возрасте, и больше я никогда, никого не могла ненавидеть. Понимаете, настолько мое детское сердце возненавидело тогда фашистов, что я стараюсь радоваться жизни. И считаю, считаю, я такой даже спектакль, не имею права не быть счастливой. Так вот, это обо мне. Я не имею права не быть счастливой после того, что было в нашей стране. Я сейчас прочитаю вам тихотворение, которое я читала как раз в 5-6 лет, когда мне было. Раненые так и говорили, что зовут меня Наташа. Вот когда я приходила к ним, они меня сажали на колени, рядом с собой, обнимали, гладили по голове, говорили, что у них дома такая же дочка, прижимали меня к себе. И я всегда очень радовалась, что могу как-то немножко им помочь. А тихотворение называлось «Письмо, вложенное посылку», и его написал Александр Безуменский. Мама со мной разручила его. Ну, представьте себе на моем месте маленькую девочку. Да, я забыла сказать, ребята, что мы всеми силами в школах, везде, где только могли, да, в детском саду, помню, собирали посыпки на фронт. Вот такие ящички, они прямо много-много этих ящичков приходило на фронт. Они открывают там солдаты, и, конечно, там и письма, и что-то интересное было. И как-то душа немножко оттаивала у них. Что мы туда положили в эти посылки? Кто-то варежки теплые, кто-то носочки вязал, кто-то носовые платки. Я помню, меня сестричка научила вышивать платок. Да так интересно, стиль Рококо. Вот так, цветочек на углу, иголочка, потом на нее накручивается что-то, получается лепесток цветочка. И вот я такой цветочек, помню, вышивала веточку, складывала этот платочек в эту посылку, и еще какие-то письма писала. Ну вот, а это как раз стихотворение вам расскажет, что еще ребята клали в своей посылке. Письмо вложенное в посылку. Я бойцам хорошим нашим шлю большой-большой привет. А зовут меня Наташа. У Наташи мамы нет. Я с бабусью родную очень-очень вас люблю. Поделите между собою все, что я для вас пошлю. Покурите папиросы и покушайте халпу. Мне принесы дядя Носов, где в квартире я живу. Папа мой на фронте тоже. Я открою вам секрет. Мне, бабусе и Сереже, он прислал вчера конфет. И конфеты и раками, разделив напополам, мы Сереже угадали, что еще послать бы вам. Я его перехитрила. Мой кукленок мне помог. Чтобы вам не скучно было, я вам куклу положил, завернув ее в плоток. Я прошу вас, куклу эту не давайте обижать. Если рядом дочки нету, можно куклу дочкой звать. И меня у нас мама наша звала дочкой двух лет. А сегодня я Наташа, у которой мамы нет. Мама в городе осталась, где стреляли восемь дней. Мама пряталась, кидалась, а один бежал за ней. Весь зеленый, мокрый, гадкий. Хуже самых слых гадюк. На руках его перчатки, а на рукаве паук. Наша мамочка схватила острый ножик со стола. Я не помню, что тут было. Нас бабусь увела. Мне сказала тетя Оля, Что мамусенька больна. И что очень долго-долго Не приедет к нам она. И теперь девчонки наши, И мальчишки, и сосед, Все зовут меня Наташу, У которой мамы нет. Когда придете снова, Там, где мамочка моя, Вы же сколько вот такого Застрелите из ружья. И еще одно желание. Я скажу в конце письма. Берегите куклу Ваню, Будто это я сама. Станет Ваня дочкой вашей, Что-то много-много лет Помнить девочку Наташу, У которой не могу нет. Вот такой вечер. Аплодисменты, да, Девчонки. Аплодисменты. У меня тоже подготовили сегодня здесь. Да-да, почитайте. За все, что есть сейчас у нас, За каждый наш счастливый час, За то, что солнце светит нам, Спасибо добростным солдашам, Нашим дедам и отцам. Недаром, нашим дедам и отцам, Недаром сегодня салюты звучат, В честь нашей отчизны, В честь наших солдат. Майский праздник, День Победы, Отмечает вся страна. Наши деды одевают Боевые ордена. И с утра зовет дорога На торжественный парад. И задумчиво с порога Наши бабушки глядят. Молодец. Еще, ребята, Выходите. Выходите. За эту же отцепь и наставят? Нет. Это от души. Правда? За эти, ребята, Эти фотографии Посылаем в город Самару. Они организовали эту акцию. Девять лет проводят. И они просили, Пришлите фотографии, Чтобы у вас эта акция прошла. Поэтому у вас вот такая акция. А за то, что дарит нам природа, Стояли солдаты в огне. Майский день 1945 года Стал последней точкой войны. За все, что есть сейчас у нас, За каждый наш счастливый час. За то, что солнце светит нам, Спасибо доблестным солдатам, Нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат. Честь нашей отчизны, Честь наших солдат. Против нас полки сосредоточен, В равнополной мирную страну. Белой ночью, Самой белой ночью, Начал эту черную войну. Только хочет он или не хочет, А свое получит от войны. Скоро даже не только ночи, Не хочет он или не хочет он или не хочет. Все? Сталу славу дали вошаду. Все, да. Ну, молодцы. Проходите. Юль, вы, здравствуйте. Куда б не шел, Не ехал через все. Весь остановись, В могиле этой дорогой Всем сердцем поклонись. Чтоб не был ты, Рыбак, шахтер, Ученый и пастух. Навек запомни, Здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня Он сделал все, что мог. Себя во имя не пожалел, А Родину сберег. Молодец. Желаю. 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 Себя во имя. Себя во имя. По граничнице на границе Нашлось в нем устаряжать, Доброго ручительных пополеных стартов, Охраняем нашим, Слава, добростью моя, Кто бы великий город, Наши ледчики, герои, Небо зоркости, Наши ледчики, герои, Охраняет мирный труд Наша армия родная Сторожает спокойствие страны Что просли бедные нам Чтобы не было войны Сегодня праздник у солдат На площади шеи венгерят Стоят солдаты на плацу Шерней с фуражкой импульсу Страну радуюсь Великой нашего импульсу Мы защищаем И каждый из солдат Герои с врагом выступал На равный бой И им в дрожь колен Не нужна один за спиной Страна И в трудный вид И в трудный час С собой закрыть Готовы у нас Ребята, кто еще хочет Скажите, пожалуйста У вас время еще есть? Есть еще Есть еще время, да? Ребята, я представлю Библиотекаря Отдела служивания Младшего школьного возраста Грина Николаевна Почитает вам произведение, да? Грина Николаевна Эта книжка написал Сергей Алексеев Рассказ о Великой нашей импульсу О колонии Грина Николаевна 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 Картошку сажать, так по времени поздно, а уже еще загорали лето. Если ее копать, то время не очень рано. Гадает солдат с курком, и другие бойцы гадают. Картошку сажать, морковку сеять, огурцы штабные столовые. Посмотрел на солдат старшина, ну что же, сказал старшина, «Отныне вам быть минерами», вручая солдат умения. Приметьте лихой старшина, что тот, кто умеет сажать картофель, быстрее и надежно ставить имя. Усмехнулся солдат с курком, не сдержали улку и другие солдаты, приступили к делам огородники. Конечно, не сразу, не в тот же мир, ставить минерами на такое простое дело. Ставить минерами не такое простое дело. Специально тренировали, прошли солдатами, на многие километры, на север, на юг, на запад, по Курской протянули минеры, минные поля и заслоны. Только в первый день Курской битвы в эти поля и заслоны подорвалось более ста фашистских танков и самоходных орудий. Идет минер. Ну как, огородники? Полный во всем порядок. Поняли, ребята, почему они огородники? Потому что они наставили, ну, их просили, картошку сажать умеешь, чтобы минерать. Ну, проехали, так правильно. Картошку сажали, чтобы мини ставить. Да, то есть надо было, что делать, копать, ставить мины, так, чтобы не попались сами на эти мины. А танки и самоходные орудия все напрягались. Да? Понравился рассказ? Да. Вот это. Я хочу привлечь ваше внимание. Вот тут две выставки, организованные на базу «Вольны стучат сердца». Нам не нужна война, вторая выставка. Но это маленькая капелька тех книг, которые есть у нас в библиотеке. Я призываю даже и мальчишек, да не только мальчишек, и девчонок читать. Потому что сколько мы знаем женщин, героинь Великой Отечественной войны, сколько они вытащили раненых на своих плечах. Поэтому приходите в библиотек, берите книги. Не только перед первым, девятым мая читайте книги на эту тему. Читайте и читайте. Я, например, помню, какие книги я в детстве читала. И наизусть помнила всех героев, партизан, ребят. То есть и у нас есть книги о ваших ловесниках, которые воевали, приносили пользу войну. В свою очередь я хочу поблагодарить Эльвиру Борисовну за участие в нашей международной акции «Читаем детям о войне». Хочу отдельную даже благодарность ей сказать, что она сама пришла и предложила рассказать. Это очень редко. Когда она БТА, это интуиция. Поэтому отдельная благодарность тем людям, которые хотят встретиться с вами, рассказать о своих впечатлениях о той войне. Поэтому спасибо и ждем на наших мероприятиях вас. Спасибо за это. И тоже посвященную 9 мая, но посвященную нашему городу и нашему краю Калининградскому. Вообще любой теме, ребята, будет интересно. Вас в живых осталось на тех дорогах фронтовых. Надеть солдатские шинели 17 было суждено. Вы увидеть не успели все, что вам юностью дано. Суровые вас звезды ждали. И свертые школы прямо в ад. Вы юной грудью защищали Москву, Одессу, Сталинград. И выстояли. Адалили, пройдя с боями полземли. Вы сделаете главное сумели. От травства родину спасли. Вот я так хотелось. Спасибо вам большое. Здесь будущие солдаты сидят. Мальчики, как много нас мальчиков. Они у нас надежные защитники с нашей родины. Встреча. В берега прикована морозом. Серебрянка тихая река. Так встречайте ж реки и березы своего солдата-земляка. Греется на пипелище кошка. И не чуясь, что солдат пришел. Мать моя печеную картошку выбирает из-за лыр в подоле. Мама. И просыпала, что было в подоле, и забыв про все свое, и от радости слеза застыла. На морщикой стряще щеке ее. Я смотрю на маму виновата. Она косынку теребя. Чем же накормить, напоить сынок тебя? Я постоял на улице широкой, на прощание крепко обнял мать. И турною дорогой устыгнулся волк я нагонять. Раститесь добрыми, умными, внимательными к людям. Будьте настоящими уволенными, когда пойдете в развивку. И не забудьте, что от вас очень много зависит. Вы лучше нас. Мы были поглубее. Но у вас сейчас такая возможность стать умными, умнеть, работать, добиваться того, чего хочешь. Давайте, успехов вам. Учитесь хорошо. И дружите. Ой, как важно хорошо дружить. У меня подружка есть с четвертого класса. Представляете, сколько лет вы дружат. В 46-м году мы эти учились в четвертом классе.